При обнаружении на глубине до 5 метров снаряда подается сигнал, здесь загорается индикация. Участник понтонной переправы, командир отделения Ильгий Салтыншин, рассказывает о раритетной экспозиции инженерного вооружения. В музее, который разместили на паромах, следующих по городам страны, не только техника времен Великой Отечественной войны. Зрителям представили современные образцы, в том числе роботы, кобры и скоробей. Экспозицию расположили на 14-ти речных звеньях одного из самых современных понтонных парков ПП-2005. По пути своего следования участники экспедиции уже останавливались в Ульяновске и по многочисленным просьбам жителей два раза были в Татарстане. Речной переход приурочили к 80-летию начала Великой Отечественной войны и уже назвали уникальным в истории российских вооруженных сил. История переписывается, а мы пытаемся, чтобы молодое поколение, которое подрастает, знало правду и видело, как живет армия и чем дышит. В каждом из портов необычный понтонный корабль останавливается не более чем на 4 часа. За это время жителям городов предложено ознакомиться с экспозицией военного музея и посмотреть на тактико-специальные учения. В переходе задействованы 4 понтонных подразделения, свыше 100 человек и более 100 единиц военной техники. Это речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера. Участники речного перехода пройдут более 5000 километров и сплавятся по 7 рекам, миновав более 25 шлюзов. В ходе движения все 4 понтонных подразделения соберутся в одной точке и далее пойдут вместе до Волгограда. Сегодня, 7 июня, в торжественной обстановке сплав встречали на речном вокзале Самары. Позвольте от лица главы городского округа Самара Елену Владимировну Лапушкину поприветствовать участников перехода, пожелать им всевозможных побед. Мы все цело разделяем все ваши чаяния, надежды. Очень много теплых слов было сказано, наверняка еще скажут. Поэтому ко всем словам присоединяемся. Всех благ вам, всего самого наилучшего. Сплав завершится 22 июня в Волгограде. Здесь у историко-мемориального комплекса «Мамаев Курган» состоится акция памяти с участием жителей города, военнослужащих и паромов из Республики Башкортостан, Владимирской и Ростовской областей. Ольга Павлова, Константин Головин. События.